Генеральный партнер программы «Итоги недели» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы «Итоги недели» – магазин «Время подарков». Конец рабочей недели. Пятница – это значит время подвести итоги недели. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Чем запомнились минувшие семь дней в кратком обзоре новостей. Рабочая неделя началась с честования работников культуры. В городском театре работала выставка работ художников Геннадия Завизионного и Дамира Кривенко. А с главной городской сцены поздравляли музейных и библиотечных работников, певцов и поэтов, живописцев и танцоров, руководителей художественных коллективов. К поздравлениям коллег по культурному цеху присоединился и глава курорта Сергей Сергеев. На этой неделе стартовал весенний призыв «Вооруженные силы России». В этом году в ходе работы призывной комиссии будут рассмотрены более 800 личных дел. И только четверть от этого числа будут призваны. Многие отсеются из обучения в высших и средних учебных заведениях, другие по состоянию здоровья, другие по семейным обстоятельствам. Но всего должно быть призвано 173 человека. И план этот будет непременно выполнен, обещают по инкомате. Всего за три с половиной месяца будут призваны по всей России более 150 тысяч молодых людей. Как только на улице потеплело, в городе началась активная подготовка к курортному сезону. Тонн недели чистоты задали жители поселка Виноградного. Там привели в порядок парк в центре поселка. Городские зеленители не отстают и возвращают Анапе после зимней спячки подобающий вид. Специалисты зеленстроя высаживают молодые деревья и цветы. У стелы города воинской славы кипят основные работы. Там идет разбивка цветников и газонов. К майским праздникам здесь будет уютный зеленый уголок. В аэропорту Анапы самолета сняли красноярского дебошира, находящегося в состоянии наркотического опьянения. За час полета он заработал две административные статьи. Агрессивное поведение во время полета и нападения на полицейского. Ехавший Геленджик в реабилитационный центр лечиться от наркотической зависимости, житель Красноярска проведет некоторое время в отделе полиции. В Анапе прошел второй, самый короткий этап международной многодневной велогонки Гран-при Сочи 2013 маршрутом протяженностью 128,4 километра. Победителем которого стал россиянин Максим Разумов. Серебро, как и в первом этапе, завоевал украинец Виталий Буц. Третье место у грека Георгиуса Бугласа. Сегодня велогонщики снова отправились в путь. Третий, самый сложный этап групповой гонки пройдет вдоль побережья по маршруту Новороссийск-Небух. Это был краткий обзор главных событий недели. Смотрите также в сегодняшнем выпуске. 70 деревьев к 70-летней годовщине. Ветераны взялись за лопаты и в память о Великой Победе высадили деревья. Мужское дело на хрупких женских плечах. 50-летний юбилей отмечают органы предварительного следствия, где работают не только мужчины, но и представительницы слабого пола. Большая уборка большого утреша, а также пляжи, улицы, городских дворов. В Анапе прошел масштабный общегородской субботник. В администрации Анапы прошло заседание межведомственной комиссии, на которую были приглашены руководители кафе, баров и магазинов за нарушение закона в сфере торговли. Сильный шум после 23-х часов, продажи спиртных напитков подросткам и ряд других нарушений. Все подробности у Светланы Авиловой. В управление торговли Анапы поступила жалоба от анапчан. После 23-х часов в кафе-ранче играет громко музыка. Управляющее заведение был вызван на административную комиссию. По его словам, оставлять посетителей без музыки в поздние часы кафе не может, поскольку ночная программа состоит из номеров приглашенных артистов. Они приезжают сюда из других городов. Но руководством кафе замечание было принято, и теперь в заведении установлен шумовой экран. В дальнейшем хотят установить еще шумовые конструкции. Претензии предъявлены и к пивбару «Пивная демократия». Заведение находится на первом этаже жилого дома. И в ночное время пьяные посетители непристойным поведением мешают спать мирным гражданам. Я бы, например, несколько раз подумала, стоит ли размещать такое заведение в жилом доме на первом этаже. Если вы такое заведение размещаете и организовано уже оно, значит, это на вас накладывает особые обязательства, в том числе и в работе с посетителями вашего заведения. Под разбор полетов попала и хозяйка магазина продукты. Договор на вывоз мусора не заключен. Более того, в магазине была зафиксирована продажа пива несовершеннолетнему. К вам пришел человек как гражданин и купил пиво, о чем сообщил управление торговым. Предприниматель уверяет, ему продали безалкогольное пиво. Мы взяли вас на контроль, мы вас увидели, мы вас послушали. Надеемся, что больше мы к этому возвращаться не будем. Но дальше уже не предупредительные меры, а вот уж там призваны. Всех, кто был вызван в этот день, члены административной комиссии, проверят еще раз на устранение замечаний. Светула Авила, Алексей Мухортов, Анапа-регион. Накануне общегородского субботника, который проходит сегодня в Анапе, около ста студентов из высших и среднеспециальных учебных заведений курорта приняли участие в уборке пляжной территории. Добровольцы при содействии Управления по делам молодежи и Управления по санаторно-курортному комплексу администрации города начали уборку пляжей от речки Анапка. Судя по полураздетым людям, на пляже курортный сезон уже начинается. Некоторые особо смелые даже заходили в воду. А это значит, что в срочном порядке нужно подготовить главное застояние курорта к приему гостей. Одновременно работают две команды добровольцев на протяжении 4 километров береговой полосы. Два отряда студентов по 30 человек вышли на встречу друг другу и в течение двух часов будут убирать пляжную территорию. Проход «Мечта-Кристалл» и первый проход «Голубая даль». Вот с двух сторон будут встречаться они будут в районе прохода АК. И сегодня с утра студенты продолжили свое созидательное дело, проведя большую уборку большого отреша. 50 студентов Анапского филиала Сочинского государственного университета туризма и курортного дела и 10 сотрудников компании «Анапа Жилстрой» собирали мусор, оставляемый многочисленными туристами в излюбленном месте отдыха анапчан и гостей курорта. В бухтах в районе смотровых площадок палатки туристов появляются в мае и сворачиваются в ноябре-декабре. А вот мусор некоторым отдыхающим попросту лень поднимать в гору. Контейнеры для мусора установлены возле смотровых площадок на трассе Суко-Большой Утриш. Ребятам предстоял нелегкий труд. Очистить территорию не только береговой линии, но всего склона от смотровых площадок практически до змеинки и поднять полные мешки, которых набралось 350, на трассу, где ждали машины. В итоге собрали целый камаз мусора, а затем ребята восстанавливали силы чаем со сладостями и казачьей кашей. Союз предпринимателей города-курорта Анапы, который был создан в 2012 году, решил провести акцию. Условное название акции – «Зеленый патруль» или «Экологический патруль». Все мы знаем, сколько остается мусора, сколько остается грязи после того, как заканчивается наш курортный сезон. Это первая такая акция. В общем-то, я считаю, что она прошла достаточно успешно. Предполагаю, что, может быть, это будет доброй традицией по уборке, по приведению в порядок нашего любимого города. Отдельное большое спасибо Владимиру Петровичу Верстунину. Без его непосредственного участия сложно было организовать это мероприятие. От молодежи не отстают и анапчане преклонного возраста, а именно ветераны. Если в Цибанабалке является всеобщий субботник, то особого приглашения ни для кого не надо. Выходят жители от мала до велика. Так было и сегодня, когда у Дома культуры закладывался новый сквер. Наша съемочная группа зафиксировала этот исторический для села момент. Вдвойне приятно, потому что это происходит в преддверии праздника 9 мая, праздника Дня Победы. Совместно со средней школой номер 16 и с ветеранами округа мы это превратим в традицию. В этом году исполняется юбилейная дата со дня освобождения города-курорта от немецко-фашистских захватчиков – 70 лет. Именно столько деревьев решили посадить ветераны в местном сквере славы. Всем жителям, у кого такая гражданская позиция, это и школа, это и администрация, это и совет ветеранов, всем своим составом, пришли сюда и сегодня мы заполняем вот это вот. И вот этот памятник, который у нас на братской могиле, он в 65-м году сделан, естественно, уже рушится. Нынешний человека тоже бесплатно обещает сделать нам покрыть мрамором. За свой счет все это. Так что думаю, что эта площадка возле нашего клуба, поселка Цибановалки, для жителей будет очень приятна. Ветеран Бронислав Викторович Майхер даже в своем саду уже редко берет лопату в руки силы не те, но посадить дерево у братской могилы неизвестного солдата не смог не прийти. 54 березы, липы и ореха зазеленеют уже этим летом, а вдоль аллеи к памятнику солдату-освободителю выстроится, как свечки, 16 той. Погода выдалась прохладной, а землю после прошедших на днях дождей тяжело копать. Но даже девчонки-ученицы 16-й школы не бросали лопаты. Чтобы у нас было красиво, чтобы на балке. Потом все будет прижать, чтобы гулять, будем здесь, чтобы будет приятно дышать, будут уже цветы. Сквер обещает стать любимым местом отдыха селян, поэтому они работали в приподнятом настроении. Присутствуют представители со всех населенных пунктов, и очень знаменательно. Поэтому я с удовольствием, а я, как сказать, это моя территория, это мои земляки, я обязательно буду участвовать всегда. Это у меня родные люди. Лариса Басова, Андрей Страдубцев, Анапрегион. В городских улицах, в парках и скверах тоже с утра кипит работа. Помимо привычных, выполняющих свою работу представителей коммунальных служб, вышли сотрудники предприятий и организаций, студенты вузов и СУЗов, старшеклассники, работники администрации. Наша съемочная группа пообщалась с борцами за чистоту. Все борцы за чистоту курорта вышли на санитарную пятницу. С самого утра в городе закипела работа. На всех улицах можно было наблюдать чиновников, студентов высших и средних специальных учебных заведений, школьников, сотрудников предприятий и организаций и просто всех неравнодушных анапчан. Работники ОАО «Коммунальщик» во дворе жилого дома на улице Ленина приводили в порядок детскую площадку, красили лавочки, качели, спортивные турники. Мы любим свой город, любим, чтобы в нем было чисто, красиво, ухожено, чтобы не было мусора. Поэтому выходим на субботники, каждый весь апрель работаем. Это уже у нас вошло в традицию. На улице Кати Соловьяновой санитарная пятница была организована сельхозуправлением во главе с начальником Александром Колесниковым с привлечением студентов сельхозтехникума. Белили деревья, чистили прибордерную часть дорог, вскапывали газоны. За одну только первую половину дня она постала заметно краше и чище. Также на улицу вышли местные жители сажать клумбы, цветы, делать санитарную уборку прилегающих территорий своих домовладений. Мы сделаем все, что нужно, чтобы у нас было красиво на аллее. И самое главное, чтобы убрали машины с нашей аллеи. Вот что. Такие санитарные пятницы будут проводиться регулярно, пока Анапа не станет самым чистым, ухоженным и благоустроенным городом, предназначенным для комфортного и приятного отдыха гостей и жителей курорта. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа. Регион. Завтра в России отмечают День работника следственных органов. В этом году у праздника юбилей. Исполняется 50 лет со дня образования органов предварительного следствия. Анапчанка Инна Ильешенко работает старшим следователем следственного отдела ОМВД России по городу Анапа уже 5 лет. О том, как хрупкая женщина пришла в эту профессию и с какими трудностями сталкивается каждый день, наш следующий сюжет. Стать следователем мечта детства, признается Инна Ильешенко. На протяжении 10 лет она занималась восточными единоборствами, окончила школу с медалью и поступила в Краснодарскую академию ОМВД России, после окончания которой получила красный диплом. Мои родители были удивлены, потому что никто из родственников либо близких знакомых не служил в полиции. И в связи с тем, что мой характер такой, что мне всегда хочется добиться справедливости, вот с детства я мечтала работать в данной сфере. Так как по долгу службы имени Ильешенко пришлось сталкиваться с экономическими преступлениями, она решила познать данный предмет изнутри и окончила факультет экономики по специальности финансовый менеджмент, что позволяет расследовать сложные многоэпизодные преступления экономической направленности. Занимаюсь расследованием преступлений, связанных с долевым строительством в основном. Это многоэпизодные уголовные дела, представляющие особую сложность. Чаще всего потерпевшими по данным преступлениям является масса людей, которые верят мошенникам, отдают свои деньги с надеждой в последующем получить квартиры, но остаются наказанными. Данная профессия, по словам старшего следователя, является очень многогранной. Ежедневно приходится работать не только с подозреваемыми. Большая часть людей – потерпевшие, либо свидетели, каждому из которых нужен свой подход. Следователи должны уметь распознавать людей и на основании внутреннего убеждения о совести и законности принимать единственное правильное решение. Работа следователя – она и днем, и ночью, и дежурство. То есть, находясь дома, мы не можем не думать о своей работе. Любимая работа стала для Инны Ильишенко судьбоносной. На работе она встретила своего будущего мужа. Сейчас они воспитывают сына Рому, который уже в 4 года, видя перед собой пример родителей, в будущем тоже хочет бороться со злом. Почему такое считать полицейским? Что мне нравится. Что нравится? Поймать преступников. В следственных органах Инна Ильишенко имеет опыт работы уже 7 лет. И за это время ей удалось расследовать не один десяток дел. Нередко люди из других субъектов Российской Федерации, которые, уходя на пенсию, желают переехать на юг нашей России, продают свое единственное жилье в другом регионе, приезжают сюда, вкладывают деньги в строительство, в итоге оказываются обманутыми и фактически остаются на улице. Как бы расследование уголовных дел, но все равно мы это все через себя пропускаем. Очень тяжело и сочувствуем людям, и пытаемся помочь. По словам старшего следователя Инны Ильишенко, формула успеха работы всего коллектива следственного отдела МВД России по городу Анапа являются кадры. Опытный начальник Алексея Глазков, грамотный и квалифицированный заместитель Ирина Курганян и Галина Кржановская, а также следователи, которые ежедневно по крупицам докапываются до истины, изобличают виновных, обеспечивают правильное применение закона, чтобы каждый преступник был подвергнут справедливому наказанию, и ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности. В преддверии празднования 50-летия со дня организации органов предварительного следствия в системе МВД России хочется поздравить коллег. Еще 50 лет назад люди, создававшие следственные органы, опирались на главные аспекты нашей профессии, которыми являются холодная голова, горящее сердце и чистые руки, что и актуально в настоящее время. Также хочется пожелать коллегам мирного неба, терпения, трудолюбия, ответственного отношения к работе, а также любви к работе, которую каждый из нас для себя выбрал. Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Анапа, Регион. Условия труда, соблюдение трудового законодательства, производственный травматизм, эти и многие другие вопросы, связанные с отношениями между работодателем и работником, обсуждались на очередной трехсторонней комиссии по регулированию трудовых отношений. Подвели итоги ушедшего 2012 года. Так, в Анапе зарегистрировано всего 460 коллективных договоров, которые охватывают рабочую часть населения в 23 тысячи человек, то есть 65% от всего работающего населения курорта. Сумма затрат по предоставлению дополнительных гарантий, компенсации и льгот работникам составила 34 миллиона рублей. Это на 6 миллионов больше, чем в прошлом году. Из них материальную помощь 17 миллионов 556 рублей. Материальная помощь – это к юбилейным датам, на лечение, регистрацию брака, на погребение и тому подобное. По словам начальника отдела трудовых отношений, охраны труда, Центра занятости населения Ирины Головиной, Анапа заняла 43 место из 44-х. По результатам мониторинга охраны труда среди муниципальных образований. На самом деле не так плохо стоят у нас дела с охраной труда в организациях предприятий города. Как мы просто не можем организовать свою работу и отчитаться правильно? О том, что все-таки мы что-то делаем. На территории города город Анапа у нас зарегистрировано более 4 тысяч предприятий. В отделе трудовых отношений и охраны труда в 2012 году отчитывалось 238 организаций муниципального образования город города Анапа. Мониторингом охвачено у нас 16 тысяч человек, из них 9 тысяч – это женщины. Проводилась у нас активно в 2012 году аттестация рабочих мест по условиям труда. Было выявлено дополнительно 3 тысячи человек в занятых условиях воздействия вредного производственного фактора. Защита прав работников – одна из основных задач Межведомственной комиссии. А главные помощники в этом – представители профсоюзов Анапы. О том, как всегда оставаться сильным, здоровым, красивым и умным, знают дети детского сада номер 12. Сегодняшнее утро у них началось сюрприза. На мини-стадионе их ждали веселые клоуны, тетя-врач, которые в игровой форме рассказали мальчишкам и девчонкам много полезного. Шутя, но серьезно. В городе Курорти проводится работа по муниципальной программе «День здоровья для взрослых». Но вот как адаптировать ее для детей, придумали сотрудники Дома культуры молодежной. Интерактивная театральная студия «Чердак». Это наш клоун Кристина Зайцева, она же руководитель студии. И участники этой студии. Вот Вероника Пастенес, она у нас и танцует, и поет, и в любой роли выступает. Вот такие интерактивные детские развлекательные программы. Одновременно они же и оздоровительные. Мы предлагаем проводить, пожалуйста, по всем детским садикам, по школам. В рамках Дня здоровья для старших учеников, для старшеклассников, мы проводим также интерактивные антинаркотические программы. Важно, чтобы дети имели крепкое здоровье. А значит, надо научить их любить движение, не бояться прививок и докторов, заниматься спортом, танцевать. Это и предполагает программа Дома культуры молодежной, работать по которой одним из первых откликнулся детский сад номер 12. Здесь есть своя программа оздоровления детей, и к выпускной группе ребятишки уже довольно хорошо усваивают, что же нужно делать, чтобы быть здоровым и забыть о лекарствах и больницах. Чистить зубы по утрам, делать зарядку, кушать по утрам, умываться, заниматься спортом, гимнастикой, зубы чистить. Овощи кушать, закаляться нужно, еще нужно каждый день, ой, не каждый день, а в море купаться. Обязательно в соленом. После такого урока на игровой площадке ребятишки не хотели заходить в группу, ведь игры на открытом воздухе полезны. Это они усвоили отлично. Лариса Басова, Андрей Страдубцев, Анапа-регион. Впервые в Анапе 5 мая 2013 года в ГДК пройдет первый анапский фестиваль «Невест». В нем могут принять участие девушки, вышедшие замуж в 2012 году. Возраст, вес, рост, внешние данные не имеют значения. Участницей может стать любая анапчанка. В процессе подготовки девушкам предстоит пройти мастер-классы по актерскому мастерству, по сценической пластике, по подиум-классу, по макияжу и прическе. В рамках фестиваля «Невест» пройдут благотворительные акции. Первая выставка свадебных товаров и услуг «Анапская свадьба», а также для молодожена 2013 года впервые состоится розыгрыш «Свадьба в подарок» на сумму более 150 тысяч рублей. Победители смогут воспользоваться услугами ведущего и музыканта, прокатом свадебного платья, услугами фотографа и видеооператора, сертификатами на свадебный торт, свадебный букет, свадебную прическу и макияж. Более подробную информацию можно узнать у организатора первого анапского фестиваля «Невест» с праздничного агентства Татьяны Куликовой по телефону 3-13-04. Информационный партнер фестиваля «Невест» или радиокомпания «Анапа-регион». Будет ли тепло на предстоящих выходных, узнаем из прогноза погоды, который выходит при поддержке стоматологической клиники «Визит». Реклама пройдет быстро, не переключайтесь. Дентальная имплантация – это вживление искусственных имплантатов для протезирования зубных рядов. И, соответственно, не во всех случаях возможны эти имплантаты вживить. Предварительно производится формирование альвеолярных отростков по типу костной реконструктивной пластики. Диагностика проходит на единственном в Анапе конусно-лучевом компьютерном томографе. Анапа, улица Ленина, 141. В субботу 6 апреля в Анапе будет тепло и солнечно. Температура воздуха днем 14-16, ночью до плюс 13 градусов по Цельсию. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 6-9 метров в секунду. Температура воды в Черном море 12 градусов со знаком плюс. В воскресенье 7 апреля в Анапе сохранится теплая солнечная погода. Температура воздуха в дневные часы 15-17, ночью около 14 градусов тепла. Ветер переменный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы около 12 градусов тепла. Такое нам запомнилась эта неделя. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Этот и другие выпуски вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь до пятницы. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48333 и 48300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова